У метро моста в Нью-Дели три года назад появилась дополнительная функция. С лёгкой руки местного жителя Раджеша Кумара Сингха он стал крышей для классной комнаты, куда приходит учиться более 60 детей. Днём Сингх работает в своём магазине, а по вечерам шесть раз в неделю проводит двухчасовые уроки. Когда-то из-за финансовых трудностей он был вынужден оставить колледж на третьем году обучения. Чтобы подобного не случилось с другими детьми, он и открыл свой класс. Ученики в возрасте от трёх до шестнадцати лет занимаются здесь практически на открытом воздухе. Из-за бедности семьи не могут отправить их в обычную школу. «Мы выбрали это место под мостом, чтобы, когда идёт дождь, у детей было место, чтобы сидеть, и когда жара, чтобы дети могли спрятаться в тень, чтобы могли удобно сидеть». Заполняемость в начальных школах Индии сегодня достигает 95%. Невероятное достижение по сравнению с прошлым десятилетиям, однако только двое из трёх детей регулярно посещают занятия, а каждый пятый вообще бросает учёбу. В большей степени это касается девочек, они прекращают учиться по многим причинам, одна из которых – ранний брак. По мнению специалистов, уровень обучения в государственных школах Индии плачевно низок. К тому же в начальных классах не хватает более миллиона преподавателей. Возможно, поэтому уроки синха пользуются большой популярностью. Многие дети говорят, что здесь, в своей кустарной классной комнате, они получают больше знаний, чем в государственной школе. Там обычно более 80 детей в классе, и занятия часто срываются из-за отсутствия учителей. Этот 11-летний мальчик каждый день приходит в класс под мостом, преодолевая двухкилометровый путь, хотя учится также и в обычной школе. «Здесь преподают все предметы. То, чего вы не знаете, то, что вам непонятно, здесь объясняют очень хорошо. Раньше в школе мне ставили 40 баллов, теперь мой балл 90, 91, 92. Сэр учит нас здесь хорошо». Сам Сингх, по его словам, получает от своей работы то, чего не оценить никакими деньгами. «Когда я отдаю два часа своего времени этим детям, я чувствую себя очень хорошо, чувствую покой в душе. Люди дают деньги и другие вещи, а я бесплатно их учу. Мои родители дали мне образование, а я отдаю часть его этим детям». «Подолжение следует...» Продолжение следует...